Для создания дальневосточной верфи «Звезда» из ресурсов Роснефтегаза будет инвестировано 60 миллиардов рублей, заявил президент. По словам Владимира Путина, средства Роснефтегаза являются фиктивным инструментом. Средства для всей программы модернизации завода, это 146 миллиардов рублей, являются обязательствами и Роснефти, и Газпромбанка. Пресс-служба Роснефти, в свою очередь, сообщает, в рамках Восточного экономического форума «Роснефть» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта подписали контракты на проектирование, строительство и поставку двух многофункциональных судов снабжения усиленного ледового класса. Новые суда длиной около 100 метров смогут эксплуатироваться в особо тяжелых условиях. Многофункциональность данного типа судов позволяет решать широкий круг задач при реализации шельфовых проектов Роснефти в Северных морях. Дополнительно условиями контракта предусмотрен опцион на строительство еще двух аналогичных серийных судов. Вопрос о создании Министерства развития Арктики в настоящее время не обсуждается, заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. По его словам, за социально-экономическое развитие региона и за решение вопросов нацбезопасности в Арктическом регионе сейчас отвечает соответствующая госкомиссия во главе с Дмитрием Рогозиным. По словам министра, комиссия имеет достаточно широкие планы по реализации арктических проектов, в том числе координацию межведомственных взаимодействий. На данный момент принято решение, что этого достаточно. Напомним, указ о создании Государственной комиссии по развитию Арктики президент России подписал 3 февраля. Ранее российские власти обсуждали создание ведомства по вопросам развития Арктики как одной из приоритетных территорий. Выбор в пользу комиссии источники объяснили тем, что в нынешних экономических условиях формат министерства нереализуем в связи со значительными финансовыми затратами. Министерство природы направило в правительство России документы о передаче Роснефти и Газпрому лицензии на разработку еще четырех месторождений на арктическом шельфе. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Сегодня документы находятся в правительстве. Министр также добавил, решение о приостановке выдачи лицензии на участке шельфа не принято, и министерство продолжает выдавать лицензии на разработку арктического шельфа согласно действующему законодательству. Сегодня закон предполагает бесконкурсную выдачу лицензии на разработку месторождений на шельфе. Министерство природы ранее направило в правительство проекты постановлений о передаче без конкурса четырех лицензий на разработку месторождений в Арктике. Комплексный центр исследования Арктики Российской Академии Наук начнут работу в Архангельской до конца года, сообщает РИА Новости. Идея создания в столице Поморья Федерального Академического Центра принадлежит временно исполняющему обязанности губернатора Архангельской области Игорю Орлову. Инициативу поддержали Ломоносовский фонд, Президиум Российской Академии Наук и Федеральное агентство научных организаций. По словам Игоря Орлова, Центр изучения Арктики будет создан на базе действующих в области шести институтов РАН. Объединит и расширит возможности уже действующих в области научно-исследовательских институтов, научных организаций и опытных станций Российской Академии Наук. Также предполагается образование новых институтов и лабораторий. Подготовительные работы по созданию новой академической организации завершатся уже в 2015 году. Вопросы создания комплексного центра активно обсуждаются рабочей группой по образованию и науке Госкомиссии по Арктике. Ее первое заседание прошло в Москве в начале июня. Правительство Архангельской области представляло министр образования и науки Игорь Скубенко. В своем выступлении он сообщил, что новый центр призван стать базовым звеном исполнительного органа совета по научным исследованиям и научно-технологической деятельности в Арктике. По мнению Академии Коран Николая Лаверова, решение о создании федерального центра поможет восстановить историческую справедливость. Архангельск утратил роль ведущего академического центра на Европейском Севере в годы Великой Отечественной войны, когда ученые и институты были эвакуированы на восток страны. На выставке высоких технологий и техники в Омске будет представлена самоходная грузовая платформа на воздушной подушке «Арктика» грузоподъемностью 90 тонн. Она изготовлена полностью из отечественных материалов. Международная выставка «Сибирь и Дальнего Востока» впервые пройдет в Омске с 7 по 8 октября 2015 года. На выставке будет продемонстрирован комплексный подход в решении задач по обеспечению безопасности Арктической зоны России, Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в Рио губернатора Омской области Виктор Назаров. Среди участников выставки будут крупные российские компании, такие как «Газпром», «Газпромнефть» и «Норильский никель», а также представители федеральных и региональных органов власти, в том числе Архангельской области и Якутии. О своем участии заявил известный исследователь Арктики и Антарктиды президент Ассоциации полярников Артур Челенгаров. По мнению Виктора Назарова, среди представленных на выставке образцов техники особого внимания заслуживает самоходная грузовая платформа на воздушной подушке «Арктика». Она изготовлена на омском предприятии СИБ-ВПК «Нефтегаз» и предназначена для перевозки тяжелой техники и оборудования в труднодоступных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ее создание было включено в программу научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок «Газпрома», объем финансирования которой составил 500 миллионов рублей. К 2018 году в аэропорту Сыктывкара построят новый международный терминал. Это обойдется примерно в 600 миллионов рублей и позволит увеличить пропускную способность с нынешних 70 до 300 пассажиров в час. Проект расширения международного терминала Сыктывкарского аэропорта включен в федеральную целевую программу «Росграницы», сообщил ТАСС-министр развития промышленности и транспорта КОМИ Сергей Самоделкин. Строительство оценивается примерно в 600 миллионов рублей, половину из которых составят федеральные средства на обустройство воздушного пункта пропуска. Оставшиеся 300 миллионов рублей – средства региональной авиакомпании КОМИ «Авиатранс» и частных инвесторов на строительство необходимых зданий и сооружений. По словам Андрея Самоделкина, в сентябре планируется объявить конкурс на создание проекта. Затраты на проектирование оцениваются в 50 миллионов рублей. Деньги будут выделены из республиканского бюджета. Как заявил глава республики КОМИ Вячеслав Гайзер, увеличение пропускной способности терминала сократит время стоянки самолетов и сделает аэропорт Сыктывкар более привлекательным для авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы. Руководитель региона поручил решить все организационные вопросы с учетом требований Росграницы. Новый терминал планируется открыть уже во второй половине 2018 года. Авиакомпания КОМИ Авиатранс запускает рейс по маршруту Сыктывкар, Нарьенмар, Киров и обратно. Продажи билетов начинаются 7 сентября. Первый рейс, который свяжется с столицей трех регионов, состоится 13 сентября. В дальнейшем рейс станет регулярным, на нем будут задействованы реактивные самолеты «Эмбраер». Прямое авиасообщение между столицами трех соседних регионов имеет большое социальное значение, поскольку позволит жителям округа пользоваться услугами санаториев и лечебных учреждений Республики КОМИ и Кировской области. Решение о запуске рейса было принято в ходе визита в Ненецкий округ делегации Республики КОМИ во главе с губернатором Вячеславом Гайзером. Трехдневный фестиваль Дней высокой музыки в Арктике завершился в Нарьенмаре. Это уже второй музыкальный фестиваль классической музыки в Ненецком округе. В течение двух первых дней заполярные ценители искусства познакомились с творчеством солистов Московского театра Перетты и инструментальным трио из Екатеринбурга. Завершил фестиваль уникальный культурный проект «Пять великих скрипок» – Страдивари, Амати, Гварнери, Гвадонини и Вильяма. На сцене культурно-делового центра Арктика в руках талантливого музыканта-виртуоза, заслуженного артиста России Дмитрия Когана, прозвучали пять скрипок легендарных скрипичных мастеров. Уникальные инструменты были доставлены в Россию из разных уголков мира. Музыкант по очереди представил скрипки, рассказал об истории создания каждой и показал уникальное звучание творений мастеров, живших несколько столетий назад. Кульминацией выступления стал дуэт Дмитрия Когана с главой региона. По просьбе музыканта Игорь Кошин поднялся на сцену и выбирал следующую скрипку для игры маэстро. Культурный проект «Дни высокой музыки в Арктике» реализуется при поддержке Лукоэла в рамках социально-экономического сотрудничества между администрацией Ненецкого округа и нефтяной компанией. Основная задача фестиваля – сделать доступной высокую музыку жителям арктических широт. Следующий фестиваль состоится в 2016 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!